Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск. Госдума приняла в третьем чтении закон о защите от коллекторов. Он предусматривает запрет на причинение любого физического или психологического вреда должнику, а также его близким. Также коллекторам запрещено уничтожать или портить имущество должника. Кроме того, напоминать о долге можно теперь только по истечении четырех месяцев после первой просрочки. Звонки разрешены исключительно днем и не чаще двух раз в неделю. Нарушение закона грозит коллекторам штрафом или дисквалификацией на срок до одного года. А в Магнитогорске обсудили, как помочь горожанам в споре с микрофинансовыми организациями. Собравшись за круглым столом в администрации, отметили, что с юридической точки зрения почти все договоры между горожанами и финансовыми организациями составлены грамотно. Но горожане, а большей частью это пенсионеры, не всегда понимают, на какие кабальные условия обрекают себя, беря в долг даже небольшую сумму в таких организациях под 800% годовых. Я предлагаю также, что мы должны поддержать ту инициативу, которую сделал город. Кроме того, обратиться к городу, чтобы в дальнейшем не выдавали разрешение для размещения таких стационарных объектов. Также нужно поддержать инициативу депутатов законодательного собрания Челябинской области, которые обратились в Госдуму с инициативой следующего характера. Полностью запретить финансирование физических лиц. Сейчас в городе микрозаймы представляют 23 организации. Их офисы расположены на главных перекрестках города. 151 выпускник получит в этом году золотую медаль. На 19 человек больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество наград и высшие пробы у выпускников многопрофильного лицея номер 1 – 15 человек. У академического лицея – 12, у школы номер 56 – 10 человек. Торжественная церемония вручения аттестатов с отличием и медалей за особые успехи в учении у выпускника магнитогорских школ пройдет сегодня на площади перед Дворцом культуры имени Сергея Роженекидзе. Подробности смотрите в 17.30. Все, что связано с остальным королем России – работа магнитогорского металлургического комбината в годы войны. В историко-краеведческом музее города открылась выставка «Носа в путь к победе». Уникальные документальные факты, личные вещи директора комбината и газетные вырезки тех лет. Здесь есть сталинская премия за выпуск первой брони на Блюминге на 36-й день войны. И это на агрегате, не приспособленном для этого. Но, оказывается, не только сталь выпускало тогда предприятие. В годы войны у нас в городе работало 9 госпиталей. Лекарства не хватало. Особенно антибиотиков, пенициллина. И поэтому под руководством «Носова» тоже такое лекарство, производство его было налажено. Выставка будет открыта в историко-краеведческом музее до конца лета. Два серебра с чемпионата России привез домой магнитогорский гребец Иван Усцелемов. На протяжении двух километров догонял экипаж четверки, чемпионов Европы и участников будущих Олимпийских игр. Но за ними было не успеть. А вот на Кубке России Иван Усцелемов стал первым, обойдя на финише экипаж еще одного магнитогорца Никиты Мамотова. Он финишировал следом. Теперь все внимание и вся надежда на Рио. Магнитогорские спортсмены уверены, что российским экипажам женской восьмерки и мужским четверки и восьмерки по силам завоевать медали. На этом у меня все. Хорошего вам дня. 23 июня синоптики обещают. В Першемпенуазе 27 градусов тепла. В Кизильском воздух прогреется до плюс 30. В Верхний Уральске ожидается до плюс 29. В Магнитогорске от 27 до 29 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин